Проверка микрофона, 1, 2, 3, 4, еще одна минута и мы будем в эфире. Ну что же, здорово Пашочек, здорово Димыч, с вами снова я Кирилл. И я продолжаю прохождение игры The Evil Within сериала. И у нас уже на счету пятый, пятый сезон, да, уже пятый сезон, первая серия. И, собственно говоря, продолжаем, да. В прошлой серии у нас было довольно тяжелое, так сказать, состояние персонажей. Мы, опять же, встретили Джосефа, увидели Кидмана, но Кидмана мы увидели, к сожалению, издалека. Она нас не заметила, у нее был Лезли. И она пыталась его, походу, спасти. Ну и сейчас мы пытаемся ее найти. Джосеф, около двух коней, нашел какой-то рычаг в лапе, не в лапе, а в копыта, у копыта коня. И нажал на этот рычаг и открылся у нас, открылся проход вниз подземелья. Собственно говоря, сейчас мы тут и находимся. И, собственно, теперь идем, как говорится, вперед, поэтому, так сказать, подземелью, да. Ну что же, Джосеф, хотел бы я спросить, как твое самочувствие, но... Так как я не могу сказать Себастину, чтобы он тебя это спросил, поэтому просто мысленно спрошу. Сейчас мы отправляемся вперед и исследуем эту, так называемую, локацию. Возможно, Кидман и Лезли пошли именно сюда. Да, и так, тут как-то очень темно стало, поэтому мы включим фонарик. Дабы не заблудиться в этой кармечной темноте, мы тоже можем, в принципе, отключить. Ну и вот, какой-то длинный такой проходик. Сейчас посмотрим, что у нас там имеется. Да, уже столько сезонов прошли. Твою мать. Офигеть. Сука, не понимаю, откуда он узнал, что я пойду... Что сейчас придет Себастин и Джосеф и специально закрыл нам эту дверь. Походу... Друзья мои любезные, кто-то за нами следит. Потому что, ну... Не может же дверь сама за нами следить, да. А может быть мы что-то тут активировали, пока бежали, кто его знает. Поэтому такой механизм, так сказать, сработал, да. Так, тут у нас какой-то ящик. Патрончики. Ищу стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Ну это гарпун, да, это... А гарпун это самая такая слабая стрела. Самая для меня лично самая мощная стрела. В общем, мне вот очень нравится. Это электрострела. Такая фиолетовая. Она таким фиолетовым цветом отдает. Потом еще взрыва... Взрывательная стрела тоже вообще офигенная, да. Мне тоже нравится удерживать пробел. Какие-то символы, и что же интересно они значат. Сейчас мы это узнаем. Так. Так, и сейчас мы должны, по-моему, активировать вот эти вот рычажки. Подожди, а что у нас вон на той стороне? Я так и не посмотрел. А, мы туда не можем пойти. Когда-то мы включим рычаг. Хотя, лучше, наверное, начать с того. Ну, с этого рычажка. Вот еще. Во. И что, будет? Уже полностью открылся нам проход. Что-то мне подсказывает, что... Что-что-что-что-что-что. Нас там прихлопнет попусту. Как-то уж слишком просто открылся этот проход. Поэтому мы должны использовать еще один рычаг. Хотя, он как-то почему-то сломан. Тогда используем вот этот вот рычаг. Хм. Вот. Так, интересно. Ну, и у нас еще один. Остается рычажок. Давай, ты кашу в детстве должен был есть. Должен был в детстве есть кашу. Себастьян, наш любезный. По-моему, это все. Я слышал что-то. Меня больше всего удивлять, почему здесь рычаг сломан. Теперь давайте попробуем. Возможно, сейчас у нас должно... Получиться. Твою мать. Я очень сейчас сильно боюсь идти. О, господи. Блин, ааа, я боюсь идти. Ладно. Окей. Ах, я закрою глаза. Я закрою глаза. Все нормально? Все нормально, сука? Фу, твою мать, повезло. Я уже не все вообще испугался. Что это такое? Лифт, что ли? Охренеть. Ха. Он что это? Какой-то жидкости, что ли, выплыл? Хорошо, что эти... Чувачки все не оживают. Главное, не накаркать, да? А что это такое? А, это пустая решетка. Окей. Так. О, еще какой-то проход. А, мы отсюда вышли, типа, да. Мы отсюда вышли. Нам нужно просто в лифт, да? Правильно я понимаю. Да. Я, конечно, сейчас серьезно волнуюсь за Джозефа, как бы он опять бед сам с собой не натворил. Ну, что бы было бы. Что бы было бы, если бы рядом тогда не было Себастина? Он бы, правда, бы себя застрелил? Он, правда, что ли? Он в своем уме вообще, что он делает? Да, у нас на пути трудности. И в играх трудности, и вообще в реальности, в жизни трудности. Надо с ним справляться, а не вешать на себя руки, блин. Как бы, да? Какие бы тут эти трудности ни были. Сложные, легкие. Это не значит, что нужно просто здесь сдаться и... Твою мать, повеситься, блин. Так. Ну да, у нас, в принципе, сейчас один проход. В эту сторону. Туда мы и направляемся. Вообще, охренительно вообще ничего не видно. Но у нас есть фонарик, поэтому... У нас теперь все видно. Джозефа, ты не отставай. А то мало ли там тебя... Изна... Силуют, так сказать. О! Попали мы в какую-то... Не знаю, как это даже называть. Лаборатория, что ли. Сломать можно? Нельзя. Нельзя ломать. А то можно... Идти по губам получить. Так. Это что такое? Что это? Какое-то существо. Странное, да? Какой-то документ. Сейчас будем его читать, так сказать. О шприц. Патрон к пистолету. Мм, интересно, да? Что-то у меня... Начинает понемногу пугать данная компания. Печатная машинка. Это отсылка к Resident Evil 4. Офигеть. Два близнеца. Два близнеца. Что это значит? Что это значит? У нас тут еще какой-то файл. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства. Ноен и его брат Сейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их потерны роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки. Ноен 122,4 см, 28,2 кг. Сейн 122,4 см и 28,2 кг. То есть, у них и рост, и вес абсолютно идентичны. Ну, подожди, а я не вижу в этом ничего удивительного. Ну, близнецы, близнецы. Не знаю, что мы все выжили. Ну, близнецы же, как бы, ну, такое возможно, что прям точь-в-точь все, и рост, и вес одинаковые. Все-таки близнецы, что в этом удивительного? Ничего не вижу в этом удивительного. Какой-то мозг еще на столе странный. Походу, именно об этих близнецах и идет речь. Ну, не знаю, в общем. Ну, бывает такое. Это не исключение. Это не исключение. Хотя, может быть, я чего-то недопонимаю. Возможно, и такое. Возможно, я и правда чего-то недопонимаю. Кто его знает. Еще какие-то рисунки. Ну, ладно, мы не будем, кажется, останавливаться на полпути. Идем дальше. Ну, близнецы есть близнецы. Хотя, близнецы бывают всякие. Бывают разные. Близнецы, они в любом случае будут потом разные. Может, они по внешности будут, по росту, по весу одинаковые. Но по характеру они так и так будут разные. Не бывает идеально чистых, одинаковых людей. То есть, по характеру они обязательно будут разные. Так что в этом лучше не... Это не подлежит, как говорится, обсуждению вообще, да? Добрать. Еще какой-то файл. Вторая записка из лаборатории на кладбище. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, складывают приношения. Два трупа, четыре трупа, три трупа, пять трупов, четыре трупа, семь трупов, шесть трупов. Сарковный сражевой пёс начал меняться. Как и у близнецов, у него прогрессирует аберрация. Впервые такое слово слышу. Сегодня он сожрал шесть трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одно жертвоприношение. С животными, особенно с хищными, связываться, конечно же, опасно. Так, это что такое? Это самый пёс, что ли? Охренеть. Охренеть. Вы шутите, что ли? Вы тралите, как бы сказал Васёк? Они, походу, и даже и близнецы. Ну, с близнецами-то все понятно, они близнецы, да? Но, походу, этот пёс попал под воздействие какого-то, не знаю, вещества, что он стал таким мутированным. И кто его таким сделал? Хрен его там знает, да? Ну, ладно. Надеюсь, у нас не тронет, он же вроде как заперт в этом лифте, или в этой клетке. Ну, мы надвигаемся дальше, мне уже интересно, то есть, с таким помещением закрытым бежать. Хм, интересный символ, да? Так, что у нас здесь? Что-то какое-то странное прохождение за его визин, ни разу еще ни одного врага нам не попалось. За буквально 12 минут. Или, может, даже чуть побольше. Ну, точнее, попались на враги, да? Все мертвые какие-то, и этот пёс попался. Но они почему-то на нас не нападают. Так что, вот такие вот у нас дела. Закрыто? Закрыто. Подожди, а куда надо туда идти? Может, Джозеф сейчас разберется, что происходит? Ну, разберись давай, Джозеф, давай, разбирайся. Ты же у нас в этом профиле. Твою же мать! Ты тралишь! Смотрим ролик, я буду плакать. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я тебе все бабло, я тебе бабло все отдам, только не трогай меня. У меня жена, у меня дети. У меня член... Не трогай меня, пожалуйста. Я член корпорации. Ладно, хватит уже шутить. Да, и, собственно говоря, этого монстра нам и надо потихомить. Ну, а что поделать? Пошел ты. И когда мы на него стреляем, он начинает очень серьезно злиться. Я говорю серьезно. Твою мать, он двигается так непредсказуемо, что я... Скотина, иди сюда, блин, пёс, твое место в будке, блин. Ты что-то перезаряжаешь-то его, а-а-а, я же хотела, чтобы был стрелять, а ты его тут перезаряжаешь. Сейчас буду прыгивать. Ты вообще херил, что ли? У нас есть арбалет. Мать твою! А-а-а, пока он еще будет балдеть, блин. Вот еще минус этой большой аптечки. Себасть, балдей побыстрее. Я, конечно, понимаю, что такой сильный кайф, но балдей, пожалуйста, побыстрее. Я же попал в него. Поменяем. Во, убойная, просто, сука, убойная, твою мать. О, еще одна есть. Я что, я что промахнулся, что ли? Почему? Я промахнулся. Ладно. Ты не на того напал, пёс. Давай, иди сюда. Иди к папе. Давай, взрывайся. Какого хера? Какого хера сейчас было? Почему он ее оттолкнул? Он что, совсем страх потерял? Охренеть. То есть я зря потратил... Что это с ним? Добьем его. Неужели я его победил? Неужели? Сжечь его, может быть? Победили, смотрите. Слава богу. Значит, так и надо. Довольность нас обоих этого детского сада. Охренеть. Похороший. Что это? Я бросил мои глаза вверх. Блин. Он что, проснулся, что ли? И очки. Мы должны, короче, добыть сейчас очки Джосефа. Ну что же, добудем очки Джосефа. О, еще аптечка. Спасибо. Пройти. Из каких-то очков мы должны возвращаться. Я не знаю, как это еще можно назвать. Давай, давай, нападай у нас. Нападай, скорее. Это очки Джосефа. Начал носить еще до знакомства с Себастьем. Ну да, наверное. А не что-то все-таки для него значит. Сейчас мы его убивать не будем. Потому что сейчас он нам в спинах, в общем, не нужен. Как это? Как это сейчас было, я не понял. Это был скрипт. Это был скрипт. Это не только о том, что не смогли видеть. Это о том, что чувствовать нормальным. Все хорошо. Давайте фокусим на найти Кидмана. А, вот почему ему нужны были очки эти добыть. Потому что он без них ничего не видит. А у нас даже очков нет. Поэтому получается, что так и так нужно было ему их добывать. Так что вот такие вот дела. Я все до сих пор удивляюсь, как он откинул нашу стрелу. Это же была убойная стрела. Это обидно. Ультра-мега обидно. Понимаете, ребята. Почему он ее отбросил? Теперь я буду плакать, жаловаться маме. Так, что у нас тут такое? Забредим какой-то замок и продолжаем, собственно говоря, искать Кидман и Лезли. Хотя, не знаю, Лезли может быть уже в другом сейчас месте. Кто его знает. Мы же их когда видели-то. Давно уже. Тысяча. Неплохо. Так, ну тут ничего нет, как я понимаю. Поэтому просто идем дальше. Опять этот символ. И что сейчас будет? Все, прошли мы главу. Шестой эпизод пройден. Давайте сохранимся, что ли. И сохраняться мы будем вот-то, наверное, здесь. Так, ну и продолжаем. Мне эпизод очень понравился. Это все подземелья, эти все тролли. Вот эти мне понравились. Конечно, сколько они боеприпасов отнимают. Это, конечно, жесть. Особенно вот эта вот непредсказуемая собака, которая просто отбросила мою стрелу от арбалета. Взрывательную стрелу от арбалета, которую я в нее запустил. Не обидно, реально. Не обидно, но мы продолжаем. Продолжаем наши путешествия, наши приключения за Себастина и Джосефа. И надеюсь, они будут все интереснее и интереснее. Мы начинаем следующий эпизод. Эпизод номер 7, который называется «Хранитель». Расслабляться так же, кстати говоря, не стоит. Слушай, а ведь интерьерчик-то, как у замка в Resident Evil 4, помнишь, у этого? У Садлера. Похоже прям, да, вообще, интерьер. Серьезно, говорю, тоже вот так. Справа вон есть, слева вот тут есть тоже. Офигеть. Только там он был, конечно, чуть-чуть поменьше, наверное, размером. Но, тем не менее, очень похож, серьезно говорю. Вот очень похож. Ну, я понимаю, ребят, устали делать, конечно. Пришлось что-то взять из старых игр, которые они уже создавали, так сказать. Я в этом их не виню. Так, у нас какие-то тут звуки, голоса. Давай послушаем. Фрагменты еще один. Да, фрагменты все-таки это нужно собирать, потому что они обозначают какую-то карту, видите ли, поэтому все-таки, наверное, скорее всего, нужно их собирать. Так, тут какой-то вниз подвал какой-то или что-то такое. Что такое с Джозефом? Что, опять что ли у него этот приступ? Ну, давайте посмотрим катсцен, что ли. Что там с нашим Джозефом? Ты ever had the urge to just jump? Когда ты на высшем месте? Когда the subway rolls by? Я... Представь, если бы ты на высшем месте, если бы ты на высшем месте, а потом два минуты... Ты на высшем месте, Джозеф. Ты учишься, чтобы остановить его. Ты не слушаешь. Ты не думаешь, что ли? 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 Ты не слушаешь. Ты не слушаешь. Ты не слушаешь. Ты не слушаешь. Твою мать, что происходит? Что это за колдовство? Твою мать, опять этот Рубик чертов, что он с вами опять делает? Куда Джозеф вообще делся, я не пойму. Фу, что-то я вообще сейчас вообще обосрался просто от страха, серьезно говорю. Блин, я испугался, реально. 500 номер 7 хранитель. Джозеф пропал, и самое главное, что мы теперь знаем, почему с ним происходили все вот эти вот странные вещи. Почему? Он не хотел, точнее он не мог их просто говоря остановить, у него было просто говоря желание, которое одолевало его пойти истечь кровью тогда в психбольнице, которое одолевало его пойти и решиться на самоубийство тогда у моста. В общем, такие вот дела. Ну, мы продолжаем идти дальше, что же мы будем останавливаться, что ли? Видим какую-то библиотеку. А, это не библиотека, это какая-то странная свеча. Я думал, тут книги, а тут такая-то какие-то свечи. Интересно. Триста. Я бы сказал, промолчу. Так. Так. Ну, собственно говоря, да. Сюжетик, конечно, заворачивается отменный, так сказать. Это что ж такое-то? Фомайся. Нет, что-то от них вообще ничего не дают. В смысле я вообще их ломаю? Ну, ладно, что поделать. Опять мы... Опять мы потеряли Джосефа, блин. Как мне же надоело терять наших друзей. Разумеется, мы их найдем. Я верю просто, я искренне верю, что мы их снова найдем и уже не потеряем. Потому что, ну... Я так уже привык, уже так привязался, так сказать, к этим персонажам. И сам Себастьян уже к ним привязался. Кстати, а что это лежит такое-то у нас тут? Походу тут кого-то хоронили или... А, тут не хоронили, тут походу над кем-то принимали ритуал, так сказать, да? Казнить его заставили двенадцатью ударами по его суставам. Клинком четырехгранным, пахнущим железом. Канадским перегаром или закопченным прессом. Опять бутылки. Только я недавно отвык от этих бутылок, и опять они появляются. Без обид, может, кому-то они, конечно, нравятся, но, блин, ну... Ну, вот, вот, хочу сказать, что... Вот на харде, да, вот, их надо применять, потому что там... На харде, там каждый патрон будет на счету, там все такое, и там... Чтобы их сэкономить большое количество патронов, конечно, желательно будет применить... Эти бутылки во врагов, там... Большинство игры проходить по стелсу, да, бой, он тут есть. Ну, мы пока играем на лёгкую, поэтому, собственно говоря... Да и в этой игре я бы хотел сказать, что и на лёгкую-то не стоит расслабляться. Тут вообще даже лёгкая приносит не меньше неудобств, нежели чем хард. Ну, хард называется больше, но и лёгкая, не меньше. Так, у нас фонарь, его нужно срочно отключать. И только я вспомнил о проках, они сразу же появились. Так... Как он спалил-то, сука? Какой-то жирный... На тебе, скотина. Давай, иди сюда. Давай, давай, иди, иди. Давай, иди. Чё, тебя с дурбовичка, да? Нагаси. Окей... Блин, хотелось по стелсу убить, но не получилось. вот у нас жердя исполнил ну ладно что поделать патроны потратили у нас был вот и всего лишь четыре так что такое что это такое так темно что хрен как будто бы каком-то черному блин идешь баночка как же мы могли ее не заметить здесь на то сейчас не прихлопнуть этого не знаю в этом заявил бизин ловушки на каждом шагу ладно идем дальше патрон к пистолету хорошая находка твою мать что это было я боюсь рубик рубик я тебя очень очень умоляю рубик не вынуждай меня жаловаться маме пожалуйста не вынуждай я ведь могу очень сильно заплакать ты знаешь как я очень сильно плачу понимаешь и жалуюсь маме я очень сильно жалуюсь потому что лучше мне не нападать так какой то у нас тут гравюра какая то или что это такое не знаю мастер а нужно вырезать какие то фрагменты да чтобы открылась эта местность да старая литография эта литография была извлечена из каменной двери видимо она использовалась как ключ ну кто то видимо использовал не против я не против так здесь фонарик интересно так винтовочка так ну вроде бы потихонечку идет наполнение ну так сейф какой то ух ты ключик ключик офигенно что же нам попадется на этот раз в принципе там во всех ячейках вообще офигенные все вещи но мне конечно хотелось бы повторение с баночкой чтобы было плюс 5000 даже что чуть побольше так давай сначала баночку подберем потом этот файлик и что у нас написано записка из катакомб на помощь стук металла он идет я бегу но он идет за мной помогите о боже О Боже помогите 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 да нормально ты просишься помощи чил поможут тебе те Кого ты просил о помощи, конечно Потому что я вообще не знаю, кто ты И откуда ты, и где тебе нужна помощь И вообще, почему тебе нужна помощь А, ну ты в катакомбах Это понятно Что ты в катакомбах Так, тут уже какой-то Саундхилл, блин, напоминает Чем тоже Давайте, побыстрее спустимся О Понятно, ну мы сделаем так Ха, рукой, блин, сломал цепь Как это? Это как вообще? Что это было сейчас? Он что, блин, человек Халк, что ли, я не пойму Как он, блин, рукой сломать Как это такое вообще могло быть? Как такое могло произойти? Человек не может рукой сломать цепь Каким бы он сильным ни был Ну, Джеки Чан То он только в фильме такой Выпендрежный То есть он Все может, все умеет У него все получается, да У Себастьяна, обычный детектив Сломал цепь рукой Охренеть Охренеть Не продумка, не продумка большая Не, я не против Я не против, что он разбил, да Что мы побыстрее прошли Сэкономили патроны Там всякую херню Но все равно Все равно Как человек может разбить рукой Ну Цель Ну, все же Это все равно игра Поэтому, что мне придираться Игра есть игра Один патрон Ну ладно Так вот сделаем Теперь вот так сделаем Все Стабильность Да, и теперь походу Этот фрагмент Который мы изъяли Нужно вставить В одну из этих Ммм Ну, рисунков Гравю Так сказать И Пашенди Прежде чем я скажу Что мне это сильно напоминает Ты мне скажи Что тебе Напоминает этот момент Да, Пашенди Сказал это ты не сказал Но я все равно скажу Что в Resident Evil 4 Была похожая ситуация Там тоже нужно было Как нам Салазар запретил Вход в замок И он поставил Такую вот Решетку Куда нужно было Тоже вставить По-моему Три или четыре фрагмента Козла какого-то Или я что-то не помню Чего Чтобы пройти Тут такая же Похожая фишка Так что тут И тоже взяли Скорее всего Ну и мне это Разумеется нравится И тут у нас теперь Появились Так называемые Развилки Да Можем пойти В одно место Можем пойти в другое Можем пойти в третье Но самое главное Что мне сейчас нравится Так это сохранение Поскольку Наша Сегодняшняя часть Подходит уже к концу И разумеется Мы должны так Три раза найти Еще То есть два раза найти Такие два фрагмента Еще И нам откроется Уже общий Доступ Доступ То есть Дальше Дальше И у нас Очередной Дневник Себастина А Нет Это Не дневник Себастина Это поздравление С днем рождения Поздравление С днем рождения Лили Той дочери Майры И Себастина Которая у них Должна была Родиться Это кто-то Поздравлял Их видите Или поздравлял Мы приветствуем Лили Лим Костелан Родившаяся 18 июля 2006 года В 9.56 утра Вес 7 фунтов 3 унса И рост 14 дюймов Счастливые родители Себастиан И Майра Костелан Да Походу Кто-то Из знакомых Или из друзей Наших персонажей Поздравил Их дочь С днем рождения А может быть С самым первым Днем рождения Кто его знает Так И опять мы А Теперь на этот раз Мы все-таки У каких-то газет Интересно Под церковью Найдены катакомбы Вот Катакомбы В которых работал Тот чел Который звал на помощь Помнится Да Пастор заявляет Беспокоиться не о чем Кто поддерживал там порядок Рабочие Ремонтировавшие И провалившийся пол Обнаружили под церковью Сидархил Подземные ходы И утверждают Что видели мумии Священник не пускает В церковь историков Утверждая Что это было бы Световством Да Это случилось В той самой Церкви Если я не обшибаюсь Где мы с Джозефом Сидели И резко Началось землетрясение Благодаря нашему Любимому Рувику Вот такие вот дела Да Ну теперь Прежде чем Сохраниться Хотя Да Можем сохраниться Мы давайте сначала Сходим Заюзаем Как бы Как бы сказал Риджит Ключик Так А потом Наверное что-нибудь Прокачаем Если у нас на это Хватит Наших денег Так Давайте где-нибудь Не знаю Вот здесь Давайте где-нибудь внизу Вот здесь Баночка Баночка Сколько 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 Пять тысяч Ехать Ехать Спасибо Аха Я рад Сука Я рад Что мы нашли Эту баночку Еще плюс пять тысяч Я этому рад Не Если было конечно больше Я был бы не против Но Держим Ой Это уже выход Это выход Ну все Сейчас прокачиваемся И собственно говоря На этом конец Первой серии Пятого сезона Завел Визин Дальше будет все интереснее Интереснее Будем исследовать Те пещеры Те подземелья В поисках этих частей Дабы открыть проход Дальше Так Ну давайте посмотрим Что у нас можно прокачать 19.40 19.40 Хочется мне уже заразить баба Таким голосом Магать пестрям Так Максимальное время ускорения Ну ладно Пусть пока такое будет Лечение шпицами Вот это вот важнее Хотя Давайте мы пока это прокачивать Не будем Давайте что-нибудь пока Умно сделаем Из оружия прокачаем Например Арбалет Арбалет нужно прокачать Дальность Ооо Так запас Да Патроны дробовика Патроны пистолета Болты и огонь Вот давайте Разрывной болт Прокачаем Что-ли Это пока оставим Давайте карпун прокачаем Все-таки нам Патроны прокачаем Вот А нам же не хватит Винтовка Вот Скорострельность Перекачаем Ну все достаточно Я думаю Потому что может Достаточно Количество Сорта качали Ну все Потому что Идем на сохранение Что-то так с опаской Открываешь Вроде бы Все нормально Ну ладно Сохраняемся А сохраняемся Мы в запись Хранителя Да В эту же В эту же Запись Мы сохранимся Запись Хранитель Ну что же На этом все Это была Первая серия Пятого сезона Прохождения Игра Игра сериала The Evil Within С вами был я Кирилл Говорите мне Мысленные комментарии Ставьте мысленные лайки Что вам понравилось Что вам не понравилось Говорите Удачи вам Пашенди И ты Девчонки Если вообще Смотришь это видео Что вряд ли Потому что у нас Видители Все время занят И пока вам Выйдемся В следующей части Которая будет Довольно Интересной И она будет По По нахождению Тех Тех Объектов Ну Имею ввиду Тех Фрагментов Так сказать Ну не вот этих Которые мы собираем Карту целую А вот этих Которые От той Плиты Ну все Удачи вам И пока Вот это Новости